Без работы в следующем году не останутся дорожники Иркутска в областной столице на 2023-й. Запланирован ремонт 15 участков улиц. Но не только это принесет нам наступающий год. Подробнее о планах на будущее расскажет Анастасия Смирнова. Пока рядовые иркутяне продумывают, какие желания загадают под елкой на Новый год, официальные лица строят планы на будущее. В Иркутске их немало, причем масштабных. Такой стук может стать редкостью для улиц областной столицы. В Иркутске хотят заменить привычные рельсы на малошумные трамвайные пути. В следующем году планируют разработать детальный проект, а уже в 2024-м приступить к его реализации. Начать планируют с изменений в центре города. Для людей, особенно для пожилых, это вообще хорошо. Может быть, от такого стучания, от такой тряски же, может быть, голова болит. Чтобы меньше болела голова у чиновников в замене асфальта на дорогах, в Иркутске уже в этом году при ремонте магистрали начали применять новое покрытие. Оно толще, поэтому и более износостойкое. Такой же асфальт появится в следующем году еще на 15 улицах города. В каждом округе отремонтируют по 4 участка. Кроме Октябрьского, там новое покрытие появится на трех улицах. Но самые глобальные изменения коснутся в новом году предместия рабочего. В 2023 году планируют начать строить так называемый тепловой луч. Именно этот проект позволит районы, которые сейчас обслуживают более 20 котельных, подключить к централизованному отоплению. А это открывает новые перспективы для города. Это практически центр города. И там возможно создать инфраструктуру, которая позволит в конечном итоге обеспечить до миллиона квадратных метров строительства на перспективу жилья. Что касается, собственно, реализации. На сегодняшний день трубы, лотки и так далее находятся уже в Иркутске. Соответственно, в следующем году начнется достаточно масштабный этап строительства, собственно, этого объекта по баррикадам. Перспективы туристически открывают для Иркутска развитие прибрежных зон города. И именно в 2023 году в столице региона хотят приступить к реализации проекта по созданию единой набережной. Общественное пространство будет простираться на 11 километров от плотины ГЭС до устья реки Ушаковки. Так что ждем Нового года и загадываем, чтобы запланированные изменения в Иркутске были с успехом реализованы. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням.